Я хотел как раз спросить, а существует какая-то схема наиболее общая, например, сначала рисуется видеоролик, потом пишется музыка, или наоборот, сначала пишется музыка, или все параллельно существует, или вообще какие-то другие варианты? Нет, это зависит. Либо сначала снимается ролик, так чаще бывает, сначала снимается ролик, и поэтому надо вычленять ритм ролика, и уже под этот ритм, в этот ритм как-то вкладывать музыку. Либо бывают такие ситуации, я для одной зубной пасты делал большой ролик с детским хором, с оркестром, известная зубная паста, и там, естественно, ролик снимался как видеоклип уже под готовую музыку. То есть, наоборот, сначала писал, там блендомеет, блендомеет, что-нибудь такое. Да-да-да, не так это было, там было гораздо красивее. Дети же, понимаешь. Прекрасный детский хор, кстати, был. Вот. И... Ну, то есть, вот какая-то вот... Это находится через какое-то время, да? То есть, я помню, в начале, в самом... там очень много высчитывали по кадрам. В начале, в принципе, другие были технологические возможности. То есть, если сейчас вот у меня на ноутбуке стоит этот лоджик, лоджик, в котором можно подложить видео, да, и под видео уже готовить. Ну, то есть, в принципе, во всех музыкальных программах сейчас можно синхронизировать аудио с видео, как бы, и уже видеть, как... Да уже, да, везде повставили, даже в эссиде можно. Да, когда мы начинали, такого не было. То есть, мы по тайм-коду высчитывали, где конца... Ссылал музыку, а тебе присылали, и говорили, там вот, значит, с пятой по восьмой секунды должно быть уже... Нажимали, нажимали две разных кнопки, там, синхронные, смотрели. Входит, входит. Три, четыре. Высчитывали по тайм-коду, где какой кадр заканчивается, где начинается. То есть, там вот это все, бумажки, потом вот смотрели это на компьютере. Но мы это уже, слава богу, уже начинали на компьютере. У меня был компьютер Atari. Может, кто-то знает такое дело. Не, не знает. Молодежь у нас. Вот, да-да. И там, конечно, еще все это было невозможно. Но вот те, кто делали рекламные ролики до нас, ну, это было не в нашей стране, как бы. Ну, и вообще раньше, как бы, не было возможности вот так вот визуально совместить, как люди все писали на ноты. Была, кстати, такая история, когда один композитор, которому попросили написать музыку к ролику, написал, пришел. Говорит, ну вот, где музыка? Говорит, вот, пожалуйста, ноты. Продюсер был в шоке, потому что, ну, как бы, он понимал, что это, ну... Завтра в эфир, да? Ну, да, да, да. И срочно... Издевается практически. Срочно позвали человека, который все эти ноты перевел в музыку. Ну, вот, нестыковка вот такая бывает, да. Я хочу сказать, что еще рекламный композитор, как бы, это более всеобъемлюще, потому что он должен быть и исполнителем, и аранжировщиком, и чаще всего звукорежиссером, потому что вот все ролики, которые вот звучат, я сам, как бы, аранжировал и сводил, я не только придумывал какие-то музыки. Я находил, аранжировал, сводил, часто играл на инструментах, пел, например. Вот. Вот можно, например... Послушаем, как ты пел, очень интересно. Да, 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 сейчас. Вот у меня она. Пока Дмитрий ищет, я, дорогие друзья, напоминаю, что сюда можно позвонить, у нас прямой эфир, телефон 645-92-97. Вот, это была музыка сделана, но там она в эфир не пошла, там немножко другая пошла, а мне нравится это. Там я играю и пою. Не прокатись. Не случайно ты в байсе не продвешься. А это тоже ты? Тоже я. Нет, это... Дим, расскажи, знаешь, как... Я просто прокомментирую. Мне это было интересно. Ну, вокально понятно. Такое этническое, как бы, мужское пение. Мне было интересно... Там, как бы, по идее, должен был быть рэп. Да? Но рэп должны быть слова. Но слов не было. Что делать? Я, как бы, сделал рэп с крэтчами. То есть он, как бы, вот... Ти-ти-ти-ти. Заменил голос... Да, да, да. Заменил голос вот с критной пластинки. Да? Вопрос. Я как раз хотел... Знаешь, как Ослика говорил... А какого цвета был шарик, да? Расскажи хотя бы на словах, что в этот момент показывали, вот когда вот эти негры пели в твоем исполнении? Что... Какая видеокартинка? Мы не имеем возможности такой правовой запустить ролик. Рассказать имеем возможность. Это был ролик бразильского пива. Бразильского пива. Ну, там молодые торсы, смуглые торсы, доски для серфинга и прочие вещи. Пальма, наверное, да? Что? Пальма, пенящийся прибой. Да-да-да, вот все вот в таком духе, да. Вот, но, как бы, я уже говорил, что надо быть и композитором, и аранжировщиком, и звукорежиссером, и исполнителем, но еще надо быть и... Пиво любить. Пиво нет, я не люблю. Нет, я... ну, ладно. Я потом расскажу тебе после эфира, ладно? Вот, надо владеть разными стилями просто. То есть, как бы, вот, мочь практически во всех стилях, то есть, от какого-то рэпа, от электронной музыки до оркестра. То есть, широкий кругозор должен быть у человека. Мало того, что он должен... Даже не кругозор, да, а умение. Уметь играть. Да, вот давай, у нас есть немножко времени до рекламы. Заведи какой-нибудь вот такой, прям, необычный ролик. Прям вот, без джаза. Или наоборот, только с джазом. Сейчас как раз у нас грядет такой глобальный ответ на вопрос. Без джаза или с джазом тебе? Ну, какой-нибудь необычный. Ну, такой джаз, как бы, вот он. Чтобы ни за что не было, нельзя было сказать, что это Дмитрий Шумилов написал. Что рекламировали? Хлоп. Божественно. Вот. Да, очень красиво. Ну, как раз мы подошли к тому моменту, когда стоит поговорить о том, что должен знать, уметь, какую жизнь непростую должен прожить тот человек, который взял писать музыку к рекламе. И на эту волнующую и обширную тему мы поговорим после очередной рекламы, о которой, правда, Дмитрий Шумилов в музыке не писал. Смотрим. Струны Ла Белла выпускаются уже 400 лет. Они популярны во всех странах мира и среди самых разных музыкантов. На струнах Ла Белла играют Джейсон Ньюстер от Металлика, Тони Йоми, Блэк Сэббот, Банни Брунелл из группы Чико Корея, а также Брэйн Эдамс, Рон Картер, Пэт Мартино и многие-многие другие. Все они выбирают струны Ла Белла. А ты?